Ярополец В 1684 году царица Софья пожаловала село Ярополец вместе с окружающими деревнями, всего около тысячи дворов, украинскому гетку. Петру Дорофеевичу Дорошенко, который был активным участником освободительной войны украинского народа против Речи Посполитой. За верную службу российскому государству он и получил село Ярополец под Москвой. Когда Гетман умер, его сыновья наследовали эти земли, разделив их между собой. Южная часть Яропольца до середины XVIII века принадлежала Александру Петровичу Дорошенко, сыну Гетмана. После его смерти усадьба по наследству перешла к его дочери Екатерине Александровне. Она, в свою очередь, вышла замуж за генерала-поручика Александра Артемьевича Загряжского, представителя старинного дворянского рода. Создателем дворцово-паркового ансамбля является Александр Артемьевич Загряжский. Он перестроил деревянные постройки усадьбы в камне. При нем сложилась общая усадебная планировка, дошедшая до наших дней. Для начала осмотрим церковь Иоанна Предтечи, что находится на входе в усадьбу сразу за воротами. Боковые въездные ворота выполнены из красного кирпича с ярким белым декором необычной формы в виде крепостных башен в форме шахматных ладей, увенчанных зубцами. Церковь Иоанна Предтечи – самая ранняя из сохранившихся построек усадьбы. Выполнена из кирпича, типа восьмерик на четверике, с расположенными на одной оси двухъярусной колокольней, трапезной и алтарной частью. Церковь построена в 1771 году по заказу Александра Артемьевича Загряжского. В 1808 году его сын Борис распорядился пристроить храму два предела в честь небесных покровителей его и его жены. Пределы великомученицы Екатерины и благоверного князя Бориса имеют массивные тосканские портики в стиле классицизма. Приземистые барочные объемы церкви, благодаря оформлению колоннами и пилястрами, зрительно кажутся выше и стройнее. Гармонично смотрится композиция портика с высокой центральной аркой, свод которой украшен лепным декором, что является примером стиля барокко, использованного в украшении этого храма. Элементами барочного стиля также являются круглые окна. По бокам от входа между колоннами ажурные решетки. Красив алтарь, обрамленный венцом полуколон. На алтарной части фрески Иоанна Предтечи и Екатерины Великомученицы. Храм получил нетрадиционное завершение. Вместо церковной главы его венчает золоченый шар с крестом, поддерживаемый наподобие античных жертвенников четырьмя опорами. В украшении колокольни также использованы элементы барочного стиля. Пилястры, декоративные полуколонны, как бы выступают из стены и увенчаны великолепными капителями. Капители ионического ордера. Они имеют характерную, легко узнаваемую форму, два завитка, так называемые валюты. Колокольню венчают острый шпиль и треугольник в декоре на верхнем ярусе. Сейчас мы вступаем в усадебный парадный двор, который был свидетелем визита самых знатных особ XVIII века. В сентябре 1775 года в гостях у Загряжского побывала императрица Екатерина II, а через несколько недель великий князь Павел и его первая жена Наталья Алексеевна. Парадный двор «Курдонер» является собой замкнутое пространство и обрамлен металлической оградой с белокаменными столбами. Доминантой всей композиции является главный усадебный дом. Он построен из красного кирпича в модном тогда стиле классицизма. Сочетание белого и красного делает этот архитектурный ансамбль очень нарядным. У парадного входа возвышаются шесть белых колонн, украшенные капителями Каримского ордера, отличительной особенностью которого являются формы корзины, украшенные листьями и цветами. Карнизы центральной части также богато украшены лепниной в виде цветочного орнамента. Одним из украшений дома является полукруглая лоджия, расположенная за колоннами. Лоджия обрамлена декоративной решеткой с кружевным рисунком и опирается на украшенные цветочным липным узором опоры. Окна первого этажа обрамлены полуколоннами и над ними в специальных нишах находятся барельефы на античные темы. По обеим сторонам от главного дома были построены флигели, выполненные в едином стиле с центральным зданием. В декоре флигели использовались декоративные полуколонны-пилястры. Их украшением, в свою очередь, служат великолепные капители Ионического ордера. В 1786 году усадьба перешла к одному из сыновей Александра Загряжского Борису, который завершил капитальную застройку усадьбы, начатую еще его отцом, и при перестройке главный дом соединили с двумя существующими флигелями прямыми одноэтажными галереями. Дом-дворец был обнесен кирпичной стеной, от которой сейчас осталась только часть. Вернемся к главному дому и обратим внимание на памятную доску, которая гласит, что здесь бывал Александр Сергеевич Пушкин. Так чем же это место привлекло великого поэта? Наталья Ивановна Загряжская, дочь еще одного сына Загряжского, Ивана Александровича, родилась в этом доме, в Яропольце, и в 1807 году вышла замуж за Николая Афанасьевича Гончарова. Спустя пять лет, после свадьбы, 27 августа 1812 года, у Натальи Ивановны и Николая Афанасьевича родилась дочь Наталья, будущая супруга Александра Сергеевича Пушкина. В гостях у Натальи Ивановны Гончаровой Александр Сергеевич бывал дважды. В 1833 и 1834 годах, уже после свадьбы, счастливого соединения со своей Мадонной, прекрасной Натальей, чистейшей прелести, чистейший образец. Вот так эта усадьба Загряжских стала более привычно называться усадьбой Гончаровых. По словам поэта, усадьба уже в то время клонилась к упадку. Из письма его к супруге. В Ярополиц приехал в среду поздно. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше. Ей очень хотелось бы, чтобы ты будущее лето провела у нее. Она живет очень тихо и уединенно в своем разоренном дворце. Парадная опочивальня главного дома в память визитов поэта получила название Пушкинской комнаты. По преданию, здесь останавливался поэт. Это единственное помещение усадьбы, благодаря которому можно представить былое убранство дворца, проникнутого духом Загряжских Гончаровых. Нарядный паркет из ценных пород дерева. Ранее интерьеры дома были украшены настенными росписями с изображением романтизированных парковых видов в орнаментальных бордюрах, выполненными еще при Загряжских. И здесь на стене замечательная фреска с изображением романтического пейзажа. Стены и потолок декорированы росписью в технике Гризайль. Потолок также украшен росписью и в центре выделен плафон с тремя порхающими амурами. Шесть встроенных колонн, ограничивающие ольков, сочетают глубокий синий и золото – особенность этого помещения. Одной из стен занимает камин, декорированный лаконичными бело-голубыми изразцами. Сейчас в комнате находится рояль, так как здесь проходят музыкальные вечера. Перед главным усадебным домом располагается большой газон в виде круга, в центре которого стоит вековая пихта. Перед ней бюст Александра Сергеевича Пушкина, как еще одно напоминание о пребывании поэта в этом месте. Весь комплекс ярополецких сооружений – один из немногих сохранившихся образцов усадеб эпохи классицизма, оставляющих впечатление цельного и гармоничного ансамбля. Напротив главного усадебного дворца находится так называемая циркомференция – дугообразные хозяйственные корпуса, очень популярный элемент усадебных комплексов конца XVIII века. В циркомференциях располагались каретник и конный двор. По торцам хозяйственных корпусов, смотрящих на дом, поставлены двухэтажные корпуса. Их архитектура повторяет архитектуру господского дома. У двух других торцов поставлены башенки со шпилями. Их основания в плане квадратные, выдержаны в классическом духе. Круглые верхние ярусы оформлены в псевдоготическом стиле. Между хозяйственных корпусов находятся нарядные ворота, ведущие к ткацким мастерским. Ткацкие мастерские представляют из себя три корпуса – один двухэтажный и два одноэтажных, расположенные на хозяйственном дворе. Они были частью комплекса производственного назначения, построенного в конце XVIII века. До настоящего времени дошли одноэтажные мастерские, декорированные лишь с торцов, которые смотрят на парадный двор. Торцы обработаны рустом и имеют ложные окна, обрамленные арками. Во время перестройки усадьбы в конце XVIII века был возведен конторский флигель или дом управляющего, на втором этаже которого находились жилые помещения для управляющего. Он находится правее от ворот к главному усадебному дому. Два крыла дома сходятся под углом и соединяются полуротондой, оформленной, как и входы, парадными пилястрами. В усадьбе было много построек в стиле средневекового зодчества. Некоторые из них, так же, как и большая часть декоративной кирпичной ограды, окружавшей усадьбу, уничтожены. Среди утраченных зданий – крепостной театр, банный домик и оранжереи. До нашего времени дошел лишь готический павильон у реки. В августе 1848 года Наталья Ивановна Гончарова скончалась и была похоронена в Иосифоволодском монастыре, который находится неподалеку. Затем владельцем имения стал внук Натальи Ивановны – Николай Иванович, а после его смерти в усадьбе до Октябрьской революции жила его вдова – Елена Борисовна Гончарова, урожденная княгиня Мещерская. Парк, к сожалению, потерял свое былое великолепие. Из деревьев преобладают тополь, береза, липа. Из-за отсутствия ухода некоторые из растений приняли весьма причудливые формы. Ранее за Гряжским здесь был устроен пейзажный парк, украшенный парковой архитектурой, в который были причудливо смешаны классика и готика. При оформлении ограды, выполненной в виде крепостной стены и других построек, использована популярная при Екатерине II готическая манера. Стену дополняли порталы и венчали башни в два яруса. Постройки были выполнены из красного кирпича и декорированы белыми деталями. Известно, что раньше здесь находились малые архитектурные формы, такие как, например, турецкий купольный павильон с небольшими миноретами, готические постройки, порталы и башни, оформляющие ограду. Сегодня от них остались только руины. Усилиями последней хозяйки Елены Борисовны Гончаровой в 1918 году усадьба стала памятником культуры. Наибольший ущерб усадьбе нанесла фашистская оккупация 1941 года. В пожаре сгорела отреставрированная пушкинская комната и внутреннее убранство дома. Практически были утрачены парк и хозяйственные постройки. Главное усадебное здание оккупанты приспособили под конюшню. Первые реставрационные работы проводились здесь в 60-х годах XX века. В результате усадьба приобрела вид, максимально приближенный к первоначальному, тому, какой видел ее Пушкин. Имя Александра Сергеевича Пушкина, знаменитое и волшебное, в советское время сохранило от разрушений ни одну дворянскую усадьбу. Исключением не стал Ярополец, где появилась на свет прекрасная дама его сердца, которой он посвятил эти строки. Исполнились мои желания, Творец Тебя мне не спасла, Тебя моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец.